здравствуйте уважаемые радиослушатели здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжаем нашу замечательную тему телепередач ну почему же не теле то тоже теле если нас можно посмотреть скажем передач радиостанции sun gates которые называются terra incognita и сегодня у нас в гостях всеми нами любимая инесса инесса олива замечательный предсказатель маг и человек который поправляет очень-очень многие судьбы своей замечательной практикой магической практикой даже не побоюсь этого слова инесса у нас сегодня находится на территории республики беларусь и вот оттуда она вещает но мы находимся в стольном граде чикаго сша в нашей аудио студии sun gates radio и так инесса здравствуйте здравствуйте владимир здравствуйте радиослушатели мы нас рады что вы сегодня опять с нами и мне очень нравится разговаривать о вашем искусстве потому что она у вас замечательная она у сработает я знаю что давеча вот моя хорошая знакомая к вам ходила и он такая счастливая вы помогли и будете еще помогать вообще ваша работа помогать людям она на самом деле наталкивает только на хорошие позитивные мысли потому как человек который занимается больше более 30 лет пара психологией магией и тем чем вы занимаетесь предсказаниями это знаете все-таки experience как говорит у нас в америке опыт вот их я бы хотел немножко раскрыть эту тему чтобы вы продолжили рассказывать о себе о своем искусстве о тех случаях которые происходят давайте еще раз поговорим инесса о вас и так тем радиослушателям которые не слышали наши прошлые передачи давайте еще раз мы вас представим и так дорогие друзья у нас сегодня в гостях экстрасенс маг предсказатель целитель из белоруссии из города героя минска инесса олива доктор нетрадиционных наук которые связаны с исцелением так инесса вам слово расскажите пожалуйста чем вы занимаетесь расскажите в двух словах про себя и про ток как вы помогаете людям но я вообще про парапсихолог занимаясь тоже магией то есть это тоже как бы разновидность этого всего работаю со стажем более 20 лет конечно повидала всего зато все это время столько ну как бы людей и с проблемами не совсем то есть только действительно довольно таки очень большой вообще чем занимаюсь в основном ну как бы в основном идет у меня как бы как ясновидение плюс еще получается то есть как бы я использую карты вообще если для предсказания нужно значит использую карты ленорманд и ироны ну и плюс еще и ко всему к этому интерпретация идет из из себя ну то есть как любой мастер меня понимает то что независимо от того то что ты делаешь расклады но плюс еще идет свои сновидения по всему этому но я знаю нас что вы также психолог вы помогаете людям разобраться в себе семейным парам расскажите про это тоже немножко ведь если предсказательный психолог я думаю ему будет сложновато сложновато трактовать карты расклады потому как ну надо же видеть ситуацию немножко и не только в магическом но и социальном плане то что происходит правильно правильно да я немножко расскажу о том но даже когда человек ко мне приходит но естественно в первую очередь зарождается беседа естественно начинается ну то есть разговор о том то есть какая причина пришедшего ко мне зарождается беседа так вот хорошо такое хорошее еврейское слово беседа но я сейчас о другом то есть я к чему говорю естественно несмотря на то что действительно практикую семейную индивидуальную психологию ну приходит человеку я просто к чему начинай этот разговор приходит человек естественно для чего он приходит то есть если какая то есть проблема то есть это пришел человек или с депрессией или со страхом каким-то пришел с какой-то фобией пришел ну то есть получается так что коррекция психоэмоционального состояния и плюс воздействия на человека каким путем воздействия на человека что вы используете да в качестве инструмента в качестве инструмента свою энергию и еще вспомогателем как бы у меня являются вообще молитвы первую естественно немножечко есть такая христианская атрибутика то есть у меня наверное видно вот сзади то есть да то есть это ну отмаливают тоже человека перед иконами и отчитки получается и на молитвами я бы сказал еще да 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 то есть иными словами отмаливаете вы наверное человек все-таки у бога но инструмент используйте иконочку правильно вообще да это частично как бы получается но естественно если я читаю я молитвами значит но это разновидность магии это магия все считается вербальная то есть естественно произнесенным словом то есть как бы вибрация именно произнесенного слова то есть вербальная магия это все то что связано со словом с заклинаниями это воздействие слова иными словами правильно слова и мыслями и мыслями они вербально это когда мы используем какие-то предметы какие-то инструменты воздействия во всевозможные талисманы правильно я понимаю хорошо айдеса расскажите пожалуйста вот как вы прогнозируете вы же именно не гадаете правильно вы прогнозируете различные ситуации я правильно понимаю правильно да но как в любой трактовки считается что гадать это гадит что бог вам дано то она данного до что бог как говорится на лбу написал то мы людям дано то что мы лезем судьбы человека и мы начинаем как бы на него делать просмотр то это естественно она как бы ненормально поэтому всегда делаем прогноз делаем прогнозы чисто человек если пришел конкретно есть определенные вопросы есть определенная у него у него проблема то есть на эту проблему мы можем как бы посмотреть да то есть или диагностика это считается как бы может быть по картам или просто просмотр прогноз по таким образом на будущее на будущее можно все касается что именно ну то есть конкретно заданного вопроса то что касается судьбы и то что касается наперед можно какую-то ситуацию предвидеть действительно ну то есть а по всем остальном не вправе вмешиваться то что богом задано то есть вы иными словами можете порекомендовать может можете порекомендовать сказать вот есть такой вариант развития событий а есть вот такой вариант развития событий и уже какой человек выбирает такой выбирает но это в принципе не противоречит божьему замыслу я понимаю потому что бог как творец он создает же несколько вариантов одновременно и можно пойти по-любому человек то сам принимает большому счету решения как бы но при этом бог уже знает какое решение примет человек правильно ну каждый человек это он в праве сам изменить свою судьбу то есть ему это в лучшую сторону или худшую да там и здесь это мое дело как говорится подсказать и предостеречь от чего-то остальное его выбор его право и делайте вы свои предсказания при помощи карт правильно да да делаю предсказание я при помощи карт карт ленорман то есть это очень довольно очень хорошие положительные карты даже если и сидящие можно сказать даже а в чем вот суть предсказания карт ленорман то есть иными словами мой вопрос так как это работает то есть каждая карта имеет определенное значение правильно расскажите на bיים проект вот как вы совершаете предсказания каждая карта имеет свои значения значит но делается расклад естественно задается этапа просто дается вопрос смотря ну определенно какой то вопрос ответ да Или просто человек приходит и хочет посмотреть просто, ну вот я хочу, что он меня ждет хотя бы на какой-то там период времени, то есть, ну, можно сказать, будущего лич, или так, но я не вправе вмешиваться и конкретно давать вот именно то, что оно заложено, как говорится, Господом, да, ну то есть направить, вот оградить человека там от какой-то ситуации плохой или еще что-то, ну то есть, как бы это все видно, то есть, каждая несущая карта, она имеет свое значение. И значение имеет, то есть, независимо от того, что, ну то есть, как бы очень, почему я говорю, что очень положительные карты, то есть, на них все написано, тоже даже тому же человеку просто очень легко объяснить, если там взять Таро или Руны, то по ним, ну, человек не понимает что-то, ну взять как бы, а Полинорман, человеку очень легко объяснить, что и как, даже вот если даже какие-то плохие ситуации, то есть, даже, ну, тотальные, как бы, варианты такие исходят, Ну, естественно, про это мы никогда не говорим, не должны говорить, потому что мы не вправе, мы не судим людям, ну то есть, мы постараемся, как вокруг да около сказать, то есть, напрямую, никогда в жизни это не скажется. И плюс еще, то есть, помимо этой трактовки, интерпретации, еще существует, еще внутренняя наша, вот именно, как интуиция срабатывает, ну то есть, как бы, еще своя, наша трактовка, она идет. То есть, если вы видите, что завтра человека собьет красная машина, вы ему об этом не скажете? Нет, предупрежу, сказать не скажу, но то есть, вокруг буду говорить, выходить, ну то есть, как бы, может туда не ходите, может быть, это не делаете, ну то есть, как бы, у меня была ситуация, я вам расскажу. У меня, это время, если помните, лихие 90-е, да, когда был бандитизм и все, то есть, как бы, действительно, время было очень страшное. Но, и приходит как-то ко мне на прием, а у меня получается, ну то есть, еще независимо, то есть, я человек, который в движении всегда, ну то есть, у меня параллельно еще была работа. Ну, и знаете как, получается, все на хихоньки-хахоньки, там друзья какие-то сказали, что вот есть человек такой, да, одно из авторитетов криминального, да, есть человек, который, ну то есть, как бы, делает там прогнозы, смотрит, если надо, что-то, как бы, и приходит ко мне один такой, как бы, авторитет криминального мира. И, короче, попросил у меня, говорит, сделай мне, короче, ну помоги мне, сделай расклад, то есть, как бы, у меня вот намечается одно дело, и мне нужно конкретно, то есть, посмотреть, получится или нет у меня. А у них должны были разборки быть в Ленинграде, то есть, они должны были поехать там со своей, так называемой, бригадой того времени. Ну, и, короче, получается, я ему сделала расклад, я ему сказала, сказала, что не едь туда, а он сам мужчина по национальности вообще грузинского происхождения, да. Да, и, короче, я, ну, ему говорю, говорю, по-моему, даже Ревас звали, говорю, Ревас, ты знаешь, что у тебя очень плачевная, ну, то есть, не едь туда, у тебя очень плачевно все там, да, а они ехали туда, наверное, просто вышибать, ну, или долги, ну, какая-то была разборка непонятная. И в результате я, как бы, ему говорю, говорю, не едь, потому что у тебя будет нож в спину, я ему вот так сказала, да. Короче, меня никто не послушался, они поехали. Приезжают через неделю и привозят его, он там отлежался, короче, не знаю, как-то, ну, может быть, это где-то было, ну, кто-то частный, может, врач его как-то смотрел, привозят его сюда, и здесь его, короче, долечивают. И потом ребята приходят ко мне и с такой благодарностью совсем, ну, то есть, как бы, говорят, что, а действительно, говорит, у нас были, ну, то есть, встречались где-то на кладбище, да, ну, то есть, как бы, была стрелка набита. И в результате, говорит, этого человечка, они начали, как бы, между собой, как бы, терки такие у них произошли, и говорит, что, вот, мол, типа, и ему сразу попу, короче, в спину, да, в район копчика. Ого. Да, короче, засунули, как бы, ему ножик. Ого. И, слава Богу, то, что в почку, как бы, ну, то есть, как бы, это, ну, все, слава Богу, окончилось нормально. После того, он просто, он чуть не на Бога на меня молился, ну, мол, типа, я тебе, говорит, вообще, ну, то есть, как бы, сначала вообще шарахался, говорит, вообще с тобой связываться, ну, лучше не надо. И все, и так вот получается, что это, вот, это одна ситуация. Ну, так, Инна, а вы тут при чем? Вы же его предупредили, конкретно предупредили. Почему он должен был вас спасаться? Наоборот, вы сыграли же хорошую скрипку в этой партии, вы же его предупредили, предупрежден, значит, спасен. Это главный, как бы, постулат любого чародея. Ну, на то время это, как бы, так, это только был Кашпировский и Чумак. Поэтому только заряжали, потом в Царство Небесное появился Юра Лонга. Это еще не так сильно было, как бы, известно. Поэтому, в принципе, при том, у нас в Белоруссии это так довольно-таки жестко все было, поэтому... Ну, да. Ясно, Инесса. Итак, я еще раз хочу обратить внимание наших уважаемых радиослушателей, что у нас сегодня в гостях из Белоруссии, стольного города Минска, Инесса Алиева, парапсихолог, экстрасенс, маг. Передача называется «Терра инкогнито», веду ее я, Владимир Гершанов, ваш покорный слуга, радиостанция «Сангейтс». Наш телефон 847-226-9956, еще раз 847-226-9956, телефон прямого эфира, звоните нам, пожалуйста, пишите смс, задавайте вопросы, и Инесса с удовольствием на эти вопросы ответит. Итак, Инесса, сори, я вас перебил. Итак, подойдем, давайте, ближе к рунам. Есть у нас вот такие штучки, да, интересные, такие значки, которые очень в свое время любил и Гитлер со своим Третьим Рейхом, и всевозможные англо-саксонские маги и чародеи. Вообще, расскажите про руны, это интересный очень инструмент. Интересный, простой, но в то же время очень даже непростой. Расскажите, пожалуйста, как вы используете руны и в чем их сила, ну, скажем, по сравнению с картами Ленорман, если их сравнивать. Как вы используете руны? Ну, конечно, вся, как бы, вообще история, вообще руническая магия, это происхождение их очень-очень, короче, древнее. Да, люди еще, как бы, до нашего времени использовали, ну, то есть, как бы, на деревьях каких-то, там, как бы, какие-то значки. То есть, это потом превратилось, вообще, ну, врезали, получается, из дерева, или там на камне что-то делали. Откуда вообще руны пошли? Вообще, чья это традиция? Вообще, это, вообще считается, это скандинавская традиция. То есть, в первую, как бы, наверное, где-то в третьем веке до, от Христа, от Христова, от Рождества Христова, получается, они. Так, то есть, довольно-таки старые строения. Сначала распространение шло с Исландии, а потом уже, оно перекинулось, получается, где-то 4-5 век, они, ну, как бы, перекинулись на уже, на европейский континент, ближе туда. Да. Ну, вообще, это, как, как вам сказать, обычное, просто написанное, как бы, как иероглифы, что-то, что-то такого плана. Ну, на Руси руны были далеко, скажем, задолго до основания Руси, еще князем Владимиром Свято-Солнышком, еще до этого были руны, вообще, древние инструменты очень. Вот они, еще волхвы старые, древнерусские, да, скажем так, древнеславянские, лучше сказать, будут, пользовались этим инструментом, и очень многие камни, которым очень-очень много столетий, они имеют на себе руническое письмо, и разбросаны по всей территории России, Белоруссии, и Польши, и Германии. Вот. То есть, инструмент древний. Руны – это такое интересное, интересное, скажем, письмо такое, магическое письмо. Вот. Ну, расскажите про этот инструмент, расскажите про руны. На самом деле, вот именно как письмо, но плюс она, то есть, в каждом этом значке, оно имеет магический какой-то смысл. То есть, сама, получается, они состоят вообще из 24 значков. Ну, то есть, я могу их, ну, кто, наверное, неизвестно. Да, 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 да. Вот они, как бы, может, плохо видно. Нормально видно. Ну, то есть, неважно. Здесь, получается, они, как бы, вырезались не только на дереве, они могли вырезаться и на камни, и на дереве. Но в древние времена люди, рисуя эти значки, они, как бы, себе, ну, вот, как бы, составляли такую определенную какую-то, как формулу, да, то есть, шел охотник на, к примеру, на охоту, да, ему, он себе, там, на деревке вырезал на удачу. Ну, опять же, то же самое, там, на рождение ребенка, то же, что благополучно были роды, тоже, в принципе, это все, как бы, делалось. Ну, оно стало потом и пришло в наше время, да, люди действительно стали этим заниматься, ну, и получается, это, на самом деле, это очень хорошее, то есть, ну, это могут быть, сейчас сделаны они, как и картами идут. Ну, то есть, кто, каждый мастер, когда практикует, он должен сам сделать это, эти руны, да, он должен вырезать, или, то есть, как бы, подобрать какие-то камушки, высверлить, то есть, на картах. И, да, каждый пользователь, да, каждый пользователь изготавливает руны самостоятельно, потому что в этот момент инструмент заряжается именно его энергией, и желательно эти руны никому не давать, правильно я понимаю? Нет, 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 в этих, как его, в рунах тоже есть карты, есть карты, но, как бы, для предсказания, просмотра ситуации, я тоже использую, как бы, карты, в основном, но если уже мне нужно где-то делать какие-то формулы, или ставы какие-то, я делаю тогда уже, ну, то есть, как бы, именно с дерева, или, то есть, сама человеку рисую, залаживаю информацию, и, то есть, как бы, в плюс еще то же самое, оно, как бы, и защиты, да, ее вот именно с ним. Ленормант, вот, это карты, вот эти, они, ну, то есть, как бы, очень, я говорю, это такие, ну, действительно, вот, я думаю, видно вас, да, так. У нас есть звонок, у нас есть звонок, точнее, это не звонок, это смс, вот, из, нас слушает Татьяна из Архангельска, и она задает вопрос, скажите, Инесса, можно ли сделать татуировку в виде рун, и, чтобы эта татуировка помогала в жизни и охраняла от всяких бед, спасибо. Вот такой вопрос. Конечно, можно, можно сделать, но, в принципе, как бы так, это, Богом это, конечно, как противопоказано, не разрешать. Почему? Ну, то, что, как бы, обычно говорят, что то, что, да, тень на человек имеет, он имеет свое какое-то значение, ну, то есть, как бы, потом, то есть, нехорошо. Но, в принципе, да, ну, практика, у меня очень много людей обращалась, вот, именно, для того, чтобы сделать, вот, именно, татуировку. Магическую татуировку, да? Да, 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 руническую татуировку, даже недавно, вот, было, у меня даже пришла женщина, она у нас судья, судья определенного одного района, из Хроницкого района, и она тоже, вот, она пришла ко мне и попросила, ну, у меня, как бы, на год, наверное, оно получается, где-то, человека 3-4, вот, с этой информацией приходят ко мне. Ну, и тоже, тоже я ей составила, вот, именно, формулу, да, именно, касающую, именно, ее фамилии, имени, даты рождения, и несущую, вот, именно, информацию, то есть, как бы, ну, сейчас я ей составляла, как защиту, и, ну, то есть, как бы, от всех, вот, от всего полностью, ну, то есть, и, а вот недавно была девушка, наверное, месяца 4 назад, я ей конкретно чисто делала, составляла став на удачу, чтобы ей всегда, ну, то есть, как бы, было сопутствовало удача. А что такое став? То есть, неважно, люди, действительно, это рунические составления, вот, именно, то есть, как бы, из этих значков, так, из рун, да, составляется определенная формула, то есть, она вот и называется ставом, ну, то есть, и, ну, она несущую свою информацию, ну, то есть, как бы, несет определенную информацию, то есть, они, они бывают разные, очень разные, бывают, то есть, как бы, как разрушающие, и, ну, то есть, как бы, имеют смысл, как на разрушение, как на все хорошее, и плюс, как защитные варианты, то есть, и плюс еще тоже, они, как считаются, ну, то есть, как бы, у человека, если есть какие-то вопросы, зависимости какие-то, то есть, там, можно сделать став, там, или составить формулы, именно для того, чтобы, там, человек худел, или толстел, то есть, от алкоголя, от наркомании, от игромании, ну, то есть, вот такие вот композиции. Есть у нас еще один смс, значит, обращается к вам, Инесса, Вера Птицына из Израиля, из Хайфы, и спрашивает вот такой вопрос. Любовница моего мужа, ее мама, сделала на меня порчу, и у нас с мужем начались плохие отношения, разлад в семье, дети стали болеть, что в такой ситуации нужно делать? Ну, значит, смотря, как она на что делала, начнем тоже, вот вопрос, то есть, как бы, но это нужно подробно. В Израиле очень много тоже мастеров, которые, ну, то есть, это нужно снимать мастеру, сам человек это не снимет. И нужно вот именно знать, на что делалось, то есть, как бы. Ну, а как она узнает? Разновидности и гостина, надо, в первую очередь, чтобы произошла, прошла диагностика, а потом уже чистка. Но я, если, ну, то есть, как бы, человек, наверное, ходит в синагогу, или, ну, то есть, как бы, если по христианской атрибутике, как бы, я бы сказала, как что правильно делать. По, если человек в Израиле находится, то ей просто-напросто нужно пойти к мастеру конкретно, и, чтобы человек ее, ну, то есть, как бы, посмотрел, на что делалось, и сделать ей полную отчетку от этого. А если на христианского вероисповедания, например? Если христианское вероисповедание, то, в первую очередь, нужно, если знает имя, имя того человека, да, ну, да, то не обязательно, то есть, и хотя бы, ну, имела, как бы, представление этого человека, то есть, фантом, да, чтобы она пошла просто в церковь, так, в первую очередь, чтобы она поставила свечку этому человеку за здравие, и свечку нужно поставить возле Казанской Божьей Матери. И плюс еще получается, что ей обязательно можно написать записочку, да, о вразумлении за здравие и вразумлении, ну, то есть, заблудшей той женщины, которая это делала. То есть, таким образом. А еще, можно еще сделать очень, ну, то есть, как бы, если произошел, вот именно, как бы, ну, не может ничего этого сделать, ну, пусть почитает молитву Куприяну и Устине. Ну, то есть, они, вот именно, как бы, считаются святыми, ну, от всех плохих, как говорится, энергий, от порч, от сглаза, от всего, то есть, как бы, защищают. Ну, и плюс еще я, как бы, посоветую купить Псалтырь, так, и обязательно почитать молитвы, получается, в Псалтыре желательно почитать Псаломы 90-й, это сам «Живый в помощи Вышнего», это, ну, самый такой сильный, довольно-таки, как бы, Псалом. И, ну, вместе желательно, вот именно сделать отчитку, потому что вот эти отчитки, которые, вот сейчас я скажу, они от всех полностью от негативных воздействий. То есть, как бы, как вместе читать 11-й, 26-й, 67-й, 90-й. Вот сейчас Вы тоже, в принципе, я думаю, духовный семинар оканчивали, Вы меня перепроверите, я правильно это говорю или неправильно. Да, абсолютно верно. Но я бы, вот, как человек, имеющий духовное образование, если уж говорить о каких-то магических действиях, я бы более радикальный способ предложил бы, ну, это, конечно, шутка, но я бы так свечечку за здравие упрямостил бы туда, где они ставятся за упокой, и все, и вопрос решен. Не надо. Это я шучу, это, конечно, черная магия, это я пошутил просто. Я еще другое скажу. В принципе, да, то есть самое главное, самое главное, да, это самая лучшая защита, самая лучшая защита вера в себя, да, ну, то есть поставить какую-то непробиваемую стену. То есть вера в Бога, вера в себя, да. Чем больше у человека будет тараканов в голове, чем больше у человека будет, ну, то есть мнительность какая-то или еще что-то, ну, значит, человек будет принимать все. Весь, всю грязь полностью он получит. Поэтому в первую очередь набраться, как говорится, терпения. Можно искренне даже пойти, ну, не важно куда, ну, под любой купол, да, не важно, это будет мечеть, не важно, это будет какой храм, да. Да, и, то есть, как бы получить вот именно саму зарядку. Не надо ни с кем, можно не общаться там, ни с батюшкой, ну, ни с мылой, не важно. Просто, напросто стать в само здание и вот, ну, пожелать то, что, ну, насколько ваша чистота будет, настолько, как говорится, вы будете непробиваемым. Ну, что ж, замечательно, Инесса. Ну, есть еще такие штуки, как талисманы, правда, в которых, в принципе, вы разбираете достаточно сильно, вы их делаете, изготавливаете талисманы, обереги. Расскажите в двух словах вот про это. Да, ну, вот я же и говорила, вот даже, что касается, именно, руны татуировок, то есть, как бы, очень сильные, хорошие, получаются рунические защиты, так, составление формул, то есть, на каждого человека, плюс еще составляю, то есть, как бы, есть, ну, то есть, определенная тоже, ну, как, не атрибутика, вот, у меня у самой даже, вот, видите, красная, веревочка, ниточка. Сейчас, как-то, в России это поголовно, очень-очень модно, я думаю, что, если вы, в принципе, смотрите, там, российские передачи, или еще, что, все, все наши артисты почти не смотрят, ну, даже, как бы, не обращают ни на что внимания, что это некрасиво. Что за красная ниточка? Расскажите про эту ниточку. Это, 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 определенная идет защита, то есть, на красную ниточку это, можно наговорить все, что угодно, это, возможно, как и на защите, это может быть, как и защита, это может быть, как на здоровье сделано, это может быть, как на удачу. Все, что в нее вложишь, какую информацию, то и получишь. Плюс еще составляю определенные талисманы, пентакли, амулетики делаю, заговариваю. То есть как бы неважно, то есть как бы крестики. То есть как бы все то, что у человека на руке и имеет контакт с другим, как говорится, человечком, то есть людьми. То есть это может быть кольцо, это может быть цепочка, ну все что угодно. То есть помимо еще этого, ну как бы заряжаю еще тоже, ну то есть как бы получается положительной энергией, да. То есть свою влаживаю энергию в различные крема. То есть девушка хочет там помолодеть или женщина бальзаковского возраста хочет себя увидеть красавицей. То есть как бы на самом деле, или чтоб загорелись там власки, начали как бы полыхать. Лямбар. Или амбар, чтоб загорелся амбар. Шучу, шучу. То есть получается заряжаю все вот, ну то есть как бы любые мази, любые кремы. Именно, то есть исцеляю, ну то есть как бы как имеющую какой-то, создающую какой-то фурор и ну как исцеляющая. Таким образом. Ну что ж, Инесса, огромное вам спасибо. Еще просто скажу вот именно конкретно, то есть еще вот именно чем я как бы занимаюсь. Ну все получается именно воздействия, которые имеются у людей. Ну это получается порчи, проклятия, сглазы, испуги. То же самое. Так опять же говорю, что ставлю от этого всего защиты и плюс еще ставлю защиты зеркальные. А это что значит? Как бы люди снова через зеркала, то есть как бы защита это много очень частных. То есть защита может быть она как крестами, защита может быть как огнем, водопадом. Но это немножечко, чуть-чуть другая. То есть здесь я конкретно даю установку вот именно отражения человека полностью. Ну то есть обставляется человек, получается, зеркалами сверху, снизу. Ну то есть и получается тот, кто воздействует именно на того человека, то ту информацию негативную, которую он хочет заложить, он в принципе, он получает сам себе. Ну то есть как говорят, откуда пришло, туда ушло. Ну то есть как бы что захотел заложить, то получил сам себе. Понятно. То есть таким образом. И вот еще, ну то есть как бы получается, ну очень много людей, очень много ко мне обращается людей именно, ну у кого как бы чахнет бизнес, у кого, ну как бы люди связанные, неважно, с торговлей, неважно, с каким-то большим бизнесом. Да, и ну сейчас тоже как получается кризис, то есть как бы в России кризис сейчас уже немножечко стабилизировалась, как бы ситуация, у нас это очень ужасная как бы ситуация, поэтому люди в первую очередь, ну естественно, ну прибегают не когда полный кошелек, а когда он пустой, когда очень все плохо. Ну да. Ну то есть как бы естественно, ну заговариваю вот именно, то есть, ну провожу как бы обряды на успех в работе, в бизнесе получается, ну помогаю во всяком случае восстановить, чтобы был какой-то успех в работе или в бизнесе. И естественно, ну то есть есть такие именно ритуалы, когда, ну у человека там может быть когда-нибудь видели, там очень котируется двушечка, то есть она у нас, хотя она, я двоякая такая как бы ситуация. А что такое двушечка? Двушечка, ну то есть у нас она не используется, это два доллара получается. И все считают, что два доллара она приносит вот именно удачу, то есть все время приходят вот именно, то есть заговорите нам, пожалуйста, чтобы на удачу как бы два доллара всегда находилась в кошельке. Ну это, ну я насчет этого немножечко не согласна, потому что на самом деле два доллара, она немного информацию несет разрушительную. Если уже брать вот именно, как бы сделать талисман в кошельке, чтобы был такой на денежку, то лучше сделать это с доллара. То есть всем понятно, что сзади доллара находится пирамида. То есть, ну это прирост, как бы так. Да, ну то есть как бы вот, ну опять же, эту заряжаю получается, эту денежную купюру, ну и плюс еще тоже информацию очень большую роль играет, ну самая большая купюра, это естественно сотка. Да, ну то есть как бы кому-то не жалко, если иметь в кошельке шок, чтобы ну как бы шла крупная валюта в кошелек, как бы так. Ну и чтобы всегда возились как бы деньги. То есть, ну может быть сейчас надо будет, я некоторым могу моменты рассказать, вот именно, чтобы как-то как водились деньги. И, ну то есть есть очень, это связано тоже с Луной, очень большую роль играет Луна. Вот, ну на прирост денег, это тоже, как бы тоже немаловажно. Да, ну еще плюс получается, как бы, естественно, людей диагностирую. Диагностирую, так, диагностирую людей, ну то есть как бы есть у кого есть какие-то проблемы, то есть на физическом теле, то же самое. Инессочка, я прошу прощения, у нас уже истекает время эфира, у вас столько всего интересного, вы можете часами рассказывать о своей любимой работе, но я, к сожалению, вынужден попрощаться на сегодняшний день с вами и поблагодарить вас за эту замечательную программу, которую мы продолжим в следующий, так сказать, понедельник в это же время. Вот, всем огромное спасибо за звонки. И, Инесса, огромное вам спасибо за уделенное время. Напоминаю, что с вами была радиостанция Сангейтс, Чикаго, США. Напоминаю, телефон радиостанции 847-226-9956. Звоните нам, уважаемые друзья, и если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Если вы хотите записаться на консультацию к Инессе, опять же, 847-226-9956, звоните, пожалуйста, и мы однозначно передадим все просьбы и пожелания нашему замечательному мастеру. С вами был Владимир Гершанов, передача Терра Инкогнито, Сангейтс Радио. Спасибо, Инесса, до свидания, до новых встреч. До понедельника. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова